В преддверии Дня Народного Единства в Личепсинской школе прошел круглый стол под названием «В единстве наша сила». На мероприятие были приглашены первый помощник Муфте Адыге и Краснодарского края Артур Миндуов, священнослужитель майского сельского поселения отец Евгений, имам Аула Ибрагим Кунов, ветеран трагогического труда Бетал Шишев. Активное участие приняли учащиеся 9-11 классов. Они рассказали о истории возникновения праздника Дня Народного Единства. Мороприятие наше посвящено Дню Народного Единства, которое мы будем праздновать 4 ноября. Праздник этот является государственным, ребята. Так вот, наша задача сегодня за этим круглым столом поставить перед собой цель. Первое – дать общее представление о празднике. Второе – формировать чувство гражданства и патриотизма. Третье – формировать ответственность за судьбу Родины. Ну и четвертое – воспитать чувство гордости и уважения защитникам Отечества. На первое – этот новый праздник отмечался 4 ноября 2005 года. Однако его история начинается еще позднее, несколько веков назад. Дата праздника была выбрана не случайно. Это День Народного Единства связан с далекими событиями начала 17 веков, когда в 1612 году Москва наконец-то была освобождена от поискового интервенера. На рубеже 16-17 веков в то время времени трагических обстоятельств в этой эпохе вошла в историю под названием «Смутное время». Историки считают, наверное, что в последнее смутное время было окончание династии Руйковичей. Впервые облачение возглавил рязанский воеводок Рокопия Яплана. Но из-за распро между дворянами и казаками из-за ложных обвинений его убили. Я из-за крупнейших политических государств, сложившихся на федеративную основу, где проживает около 82 личных общностей, обладающих уникальными особенностями духовной культуры. По одной из классификаций на территории Российской Федерации используется около 239 языков и дилеративных. При этом очень много народов нашей страны на протяжении многих веков формировались именно на территории России. Именно поэтому они считаются коренными народами России, сыгравшими большую роль в формировании российской государственности. О толерантности, дружбе и согласии международными рассказали и гости. Мы должны стараться не относиться друг к другу, как в районе. Относиться все-таки как жители одной страны, как члены одной семьи. Правда же? Стараемся уважать своих взрослых. Хотя нас уже убеждают в том, что взрослые – это своя семья, а у тебя вот своя семья. Я надеюсь, что все-таки наши коренные народы, которые были воспитаны с детства, уважение к семье, уважение к старшим, все-таки сохранят это. Сегодняшняя наша тема, что сказано в Коране. В Коране сказано, что иноверцам, даже сказано христианам, иллюдеям, что человек должен, обязан относиться очень хорошо, с милосердием. И тот человек, который убьет иноверца, не говоря уже там мусульманин, а именно сказано всекущим, тот человек, который убьет иноверца, он никогда не почувствует запах рая. Это сказано из-за чего? Из-за того, чтобы человек боялся. И самое, к чему мусульманин стремится, это к раю. То есть прожить эту жизнь так, чтобы Всевышний был доволен тобою, а затем человек попадает в рай. И человек может, конечно, попасть в ад, да убежит нас Всевышний Аллах. От этого. И что сказано в Хадисах? Хадисах сказано то, что человек, то, что первые, которые помогли мусульманам, когда пророк Мухаммад стал пророком в 40 лет, когда к нему пришел ангел Джабрил и сказал, что он в народе, что он должен увещевать людей, и что люди должны сторониться идолу, которому они поклоняются, самую величайшую греху, в которой ты с вами говоришь. Поклонение другим богам, кроме твоего Создателя, кроме единственного бога, который на алабском языке называют Аллах. Аллах означает бог, единственный бог. Как на русском языке бог, как на английском майка, допустим, мой бог, как на языковые речи. И пророку Мухаммаду помогали христиане, тех людей, которые называли себя христианами, и они говорили, что то, что пророк Мухаммад несет, и то, что мы говорим, это исходит из одного. Из одного. И это нету практически у нас разницы. И так что вот причиной послужили, эта история причиной послужили тому, что христиане помогали мусульманам. Это было начало. А сегодня, сегодня то, что телевизор показывает, то, что газеты пишут, вот у людей, особенно у молодежи, начинает внутри сердца, вот в сердце возникать, проявляться вот это чувство ненависти, ненависти, радикализма к другим нациям, к другим расам, к другим религиям. А на самом деле, сама его религия, которую он якобы, не якобы, которую он хочет исповедовать, которую он призывает его, его же религия, это быть милосердным, быть правильным, и хорошо относиться к другим людям, которые исповедуют другой религию. Толерантность. Сегодняшнее слово, это можно подобрать, быть толерантным. Учитывая важность исторических событий, 16 декабря 2004 года, Госдума Российской Федерации приняла поправки в федеральный закон о днях воинской славы. Одной из поправок было введение 4 ноября, нового праздника Дня народного единства. По окончании мероприятия можно сделать вывод, что проведенный урок был очень интересным и познавательным.